Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о втором соборном послании святого апостола Петра. Сегодня мы говорим о первой главе. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, пынившим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, богодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Здесь апостол себя называет Симон Петр. Симон — это его еврейское имя, а Шимон, как оно звучало в то время, Петр — это имя, прозвище, которое дал ему Христос, потому что слово Петр, оно по-гречески значит камень или скала. И мы можем вспомнить слова из Евангелия от Матфея, где Господь спрашивает у учеников, вы за кого почитаете меня? И Петр говорит, ты Христос, сын Бога Живого. И Господь ему говорит, ты Петр, то есть камень, на сём камне, на камне твоего исповедания, я со знам церковь, мои врата адовы не одолеют её. И поэтому Петр использует здесь оба имени. И имя Симон, с которым он был раньше, и имя Петр, который ему даёт Христос, камень. «Рапы апостола Иисуса Христа, принявши им равно с нами драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть Петр обращается ко всем христианам и преподаёт им богодать и мир в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Богодать и мир обретаются в познании Бога, причём речь идёт не только о познании, в смысле получении информации, но познании личном, когда мы пребываем в общении с Богом. «Как от божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и богочестия через познание призвавшего нас славы и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то и вы, прилагая к всему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении богочестия, в богочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». «Нам даровано всё потребное для жизни и богочестия», — говорит апостол. «И это важно понимать, поскольку Писание призывает нас быть богочестивыми и довольными. У нас есть всё, что нужно. Всё, что нужно для веры и богочестия, для того, чтобы мы соответствовали своему призванию. Потому что великий источник несчастья, несчастье здесь на земле и несчастье вечности — это недовольство, это ворчливость, когда человек страшно страдает от того, что он чего-то лишён, что у него, по его мнению, должно было бы быть. Когда человеку кажется, что у него должно было быть здоровье, деньги, статус, уважение, что-то, что вызывает у него негодование из-за того, что он чувствует себя обойдённым, недополучившим. И апостол говорит, нет, у каждого из нас есть всё, что нужно. Всё потребное для жизни и богочестия. И нам дарованы великие драгоценные обетования. Слово «обетование» значит буквально «обещание». Просто это вот особенность синодального перевода, немножко архаично звучит. На самом деле речь идет просто об обещаниях. Бог обещал христианам определённые вещи. Бог обещал нам жизнь вечную и блаженную. И они у нас уже есть. Если представьте себе, что у меня возникла какая-то нужда. Допустим, я нуждаюсь в деньгах. Я звоню своему другу и говорю, можешь ли ты мне помочь, можешь ли ты выручить меня деньгами. И друг мне говорит, непременно я тебе помогу. Вот сегодня к вечеру я к тебе подъеду и там всё тебе дам, что тебе нужно. У меня ещё нет этих денег. У меня их так же мало, как было до этого разговора с другом. Но у меня есть обетование. Я теперь знаю, что он точно придёт мне на помощь. Я в этом абсолютно уверен. Я знаю, что если он это обещал, он это исполнит. Я абсолютно спокоен, так как если бы всё это было у меня уже в кармане. Потому что я доверяю своему другу. Так и когда у нас есть обетование Божие, даже хотя сейчас мы не находимся на небесах, сейчас мы не пребываем в непосредственном переживаемом нами присутствии Христа, а сейчас мы ещё находимся в этом мире, ещё можем испытывать страдания, но мы уже знаем, что у нас есть жизнь вечная и Боженная, и мы призваны жить исходя из этого. Дабы через них вы соделались причастниками Божеского естества. А мы призваны сделаться причастниками Божеского естества, то есть обрести качественно новую жизнь, сделаться участниками в жизни Божией. Это то, что называют обожением. То, что мы, обладая биологической жизнью, мы призваны обрести жизнь качественно иную, жизнь, которую мы обретаем в Боге. И Бог дарует нам эту жизнь, когда мы следуем его обетованиям и когда мы удаляемся от господствующего в мире растления похотью. Похоть в данном контексте – это не просто, не только желания, как-то связанные с половой сферой, это вообще устремление нашего падшего естества, когда мы стремимся к чему-то не тому, когда люди стремятся к обладанию, люди стремятся к статусу, люди стремятся себя поставить, люди стремятся приобрести престиж, и люди через это получают только растление, то есть слово, которое буквально значит «разрушение». Вот «растлить» значит «разрушить». И эти желания, которые исходят из нашего падшего естества, они являются разрушительными. И мы должны от них удаляться. Мы должны показать в нашей вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, богочестие, бортолюбие и любовь. И если это есть, умножается, то это очень хорошо, мы не остаемся без успеха и плода. В ком нет всего, тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть у нас уже есть звание и избрание. Мы уже призваны, мы уже избраны, мы уже пребываем в общении с Богом. Но мы призваны делать это более твердым. Мы призваны постоянно утверждаться в этом, в том, что мы теперь христиане, мы теперь принадлежим Богу. И так нам откроется свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы после отшествия моего всегда приводили это на память». То есть в этом телесном доме речь идёт о том, что апостол находится в теле, как в доме, и он скоро должен будет этот дом оставить. Это достаточно известный библейский образ смерти, когда человек покидает своё тело, как он покидает дом или шатёр, и он должен умереть. И Господь открыл ему, что он должен оставить эту храмину. И это не вызывает у него уныния, не вызывает у него печали. В Ветхом Завете мы находим, как люди исполнены печали, исполнены горечи в ожидании смерти, поскольку им ещё не открыта истина о вечной жизни, но Христос открыл нам, что у нас есть вечная жизнь, и апостол поэтому смотрит на смерть совершенно иначе. Да, он должен будет оставить эту храмину, но он смотрит на это без страха. Он знает, что он продолжит жить. Он именно покинет просто этот дом. «Буду же стараться, чтобы вы после отшествия всегда приводили это на память». И это очень интересный стих. Его толкуют по-разному. Некоторые говорят, что он сейчас старается преподать своё учение христианам, чтобы они его помнили, когда он умрёт и будет не в состоянии это напоминать. Но иногда говорят некоторые толкователи, что речь идёт о том, что после того, как он покинет тело, он будет молиться на небесах о своей пастве. И далее он продолжает. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами его величия». Апостол противопоставляет свидетельство апостолов хитросплетённым басням, которые предлагают уже учителя, уже учителя появляются, и они соблазняют народ подробнейшими рассказами о загробном мире, подробнейшими рассказами о различных духовных хирархиях. Они выстраивали гностики, еретики, они выстраивали подробные очень схемы того, как устроены небеса, как устроен духовный мир. И это было популярно, потому что людям хочется знать, как выглядит духовный мир. Ну, работает человеческое любопытство, людям хочется всё это выяснить. В конце концов, мы все умрём, там окажемся. Хочется как-то разведать, как оно там. И всегда был огромный интерес ко всем этим построениям относительно той стороны. И кого-то это привлекало, но апостол говорит, что это хитросплетённые басни. И апостолы занимаются не хитросплетёнными баснями, они возвещают силы пришествия Господа Иисуса Христа, быв очевидцами Его величия. Мы... У нас нет подробной карты духовного мира. Мы не можем в подробностях сказать, что там будет, и это не нужно. Представьте себе, что я должен поехать в чужой город. И если у меня там нет никого, меня там никто не встречает, я, конечно, должен приготовиться, я должен подучить язык, я должен запастись местной валютой, я должен выяснить, где там можно остановиться, я должен всё это заранее приготовить. Но если я знаю, что я приеду, и меня сразу у трапа самолёта встретят мои хорошие друзья, которые обо всём позаботятся, я могу обо всём там не печалиться. Меня встретят друзья, и они всё обеспечат. Вот точно так же мы знаем, что на той стороне нас встретит Христос. И этого достаточно. Мы не должны пытаться подробную построить карту той стороны. И апостол говорит, что нам это всё неинтересно. Мы возвещаем силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И апостол подчёркивает, что он очевидец. Он не просто излагает какое-то учение, до которого он додумался, или которое он воспринял от других людей. Он очевидец, он присутствовал при деяниях Господа. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Речь идёт о преображении Господним, как оно описано в Евангелии, где говорится о том, что Господь взял с собой Петра и Иоанна и Иакова одних и преобразился пред ними. И вот Пётр вспоминает это событие в этом самом послании. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божии человеки, будучи движим и духом святым». Апостол обращается к ветхозаветному Писанию, к пророчествам, и он ободряет христианам, говорит, что хорошо, что вы к нему обращаетесь, и пророчество, он говорит, его изрекали святые божии человеки, будучи движим и духом святым. Это одно из тех многочисленных мест в священном Писании, где утверждается авторитет Ветхого Завета, что целью Ветхого Завета было пророческое предвозвещение прихода Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами прочитали первую главу второго соборного послания святого апостола Петра, мы делаем это в рамках библейского портала Экзегет.ру. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова